Шахиды В Москве поставляет Тегеран, но обе стороны скрывают это партнерство. Слухи об иранских беспилотных летательных аппаратах, которые распространяются некими независимыми, неназванными, закрытыми источниками в американских же СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану, вот эти некие претензии? Я думаю, нет, поскольку все это не более чем набор, ничем не обоснованных умозаключений и претенутых за уши предположений. Скрывать, впрочем, получается так себе советник Минобороны Руслан Пухов в студии РБК не понял, что включен микрофон. В нашей студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий, член общественного совета при Министерстве обороны России. Руслан Николаевич. Мы на лобку откачивать не будем, поэтому я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классическая история. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Руслан Николаевич. Вместо иранского названия на дронах маркировка «Герань-2». В последние недели российские войска стали активно использовать это дешевое, простое и эффективное оружие. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 рассказал, что Россия заказала у Ирана около двух с половиной тысяч шахедов и заявил лидерам «Большой семерки» о необходимости как можно быстрее поставить в Украину системы ПВО. Столкнуться фактически лицом к лицу с шахедом журналистка украинского канала Суспильни сняла вот это видео в самом центре Киева. Мы поговорили с Анастасией Образцовой о страхе и ужасе, который охватил украинские города, и об этом характерном тарахтящем звуке, который знаменует полет дрона «Шахед». Настя, привет! Ну, для начала я у тебя спрошу, как тебе удалось снять вот это видео, при каких обстоятельствах ты оказалась рядом с дроном «Камикадзе» фактически? Здравствуйте, коллеги! Оказалось не случайно, то есть после объявления воздушной трилогии в Киеве, мне позвонили с работы, я корреспондент Суспильного, и сказали, что можно было бы выехать на съемку, потому что, судя по всему, есть прилеты. На тот момент еще не было точной информации, куда, что и действительно ли есть, или сбили. И, подъехав к улице, действительно заметила, что стоит полиция, стоят спасательные службы. Кроме того, что мало людей, в принципе, ничего не выдавало того, что что-то вообще происходит. Единственное, что спасатели попросили нас, естественно, всех, кто находился на улице, это не только я, но и мои коллеги из других изданий, подойти ближе к домам, а лучше пройти в укрытие, собственно, что и нужно делать во время воздушной тревоги. Но в укрытие я дойти не успела, потому что в этот момент действительно услышали сначала характерный звук. Не зря Шахида эти дроны называют у нас мопедами. Звук очень похожий, после этого началась стрельба. Действительно, наши патрульные полиции сбивали эти дроны. И поэтому увидела, как эвакуируют людей, пытаются, по крайней мере, их увезти с проезжей части. И единственное место, которое было ближайшим, это были балконы многоквартирного, многоэтажного дома, под которые, собственно, мы все и аккуратно сели. И я продолжала снимать, уже сидя под балконом. Ты живешь в Киеве, работаешь с первого дня войны, никуда не уезжала, наоборот, ездила на фронт. Но при этом ты мне говорила, что как бы такого ужаса раньше ты не испытывал до появления вот этих вот тарахтящих дронов. Я уже пыталась объяснять людям, которые не живут в Киеве и вообще не живут в Украине, что этот страх, он абсолютно иррациональный. Невозможно понять, в какой момент станет действительно страшно, а в какой ты совершенно хладнокровно будешь реагировать на то, что происходит. Действительно, мы привыкли к звукам ракет. Над моим домом, в котором я живу, пролетают достаточно часто. Я знаю, через сколько секунд раздастся взрыв. А к дронам мы просто еще не привыкли, по крайней мере, я на тот момент. И действительно, в чем его особенность, то, что ты не понимаешь, куда он летит, куда он прилетит и где раздастся взрыв. Летят они совершенно с другой скоростью. Их можно сбивать, как оказалось, даже из стрелкового оружия. Но еще раз повторюсь, центр города, что-то летит над головой, а людей просят срочно пройти в укрытие, но при этом ты не понимаешь, где этот дрон окажется через секунду. Может быть, он упадет прямо перед тобой. Может быть, он упадет сзади тебя. Именно этим обусловлен был мой вот такой иррациональный страх, когда не понимаешь, куда бежать. И действительно, это такой флешбек из февраля, когда в феврале мы точно так же не понимали, куда бежать и что делать. Сейчас тревоги воздушные стали нашей обыденностью. Они звучат ежедневно, иногда по несколько раз, иногда по несколько часов нет от боя. И к этому действительно как ни грустно, ни прискорбно привыкаешь. Единственное, что, конечно, очень страшно, когда понимаешь, куда в очередной раз прилетело, потому что прилетает по жилым домам, прилетает по критической инфраструктуре. И накануне зимы это, поверьте, не очень приятно. Комплектующие для этих дронов Камикадзе можно даже заказать на сайте Алиэкспресс. Сколько их у России, насколько они опасны и как быстро станут обыденностью для этой войны, мы спросили у военного аналитика и Галя Левина. Галь, здравствуйте. Вот эти дроны Камикадзе, могут ли они как-то существенно повлиять на ход войны, ход боевых действий, или это все-таки исключительно фактор устрашения? Да, приветствую. Военный смысл у них минимальный. И военная эффективность тоже. Они не могут поражать движущиеся цели. У нас война мобильная. Это война все-таки не Первомировая. Украина ведет мобильную войну. И они очень незаметны, очень шумные. То есть военные, которые находятся постоянно. Есть охранение, есть дежурство. Их можно услышать за 10 километров. Поэтому, например, прозвали летающими мопедами, так как они ревут, жужжат. Это все округло. Дорогтят, да. Поэтому военных сразу замечают и могут сразу передислоцировать технику и так далее. То есть эффективность на фронте минимальна. Этому Россия использует их для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Плюс мы видим последние прилеты прямо по жилым домам. Да, это самые консервативные, скептично настроенные военные аналитики признали, признают, что да, это именно откровенный террор. То есть их прямо направляют на жилые дома. То есть это оружие, получается, террора, оружие устрашения. Тем более вот это вот жужжание, оно деморализует и вгоняет, должно вгонять население Украины в дизмораль, панику и так далее. Но как военное оружие, как военная эффективность, она минимальна. Тем не менее, украинцы их сбивают. Сколько вам кажется всего в распоряжении у российской армии есть сейчас этих дронов? Да, сбивают. Больше половины сбивают. Причем процент сбитий растет, так как подбирают ключик, узнают, понимают, понимают, как это оружие работает. Ну вот давайте посмотрим на официальное заявление. У нас министр обороны Резников говорил о нескольких сотнях штук, что 300 уже использовали. И еще раз на подходе. Весь систем Буданов и Зеленский, начальник Урбуданов и Зеленский, верховные главные командующие, говорили о заказе на несколько тысяч. Это не подчеркивалось, не говорилось заказа на сколько, на год, на пять, на десять лет и так далее. Но до сих пор точно не знаем мощности, то есть мы не знаем, где точно их производят. Вот не факт, что их, кстати, производят в самом Иране. А где их могут производить? В России вполне. Поэтому Иран-2. Сейчас есть много косвенных свидетельств. Я тоже чем больше информации узнаю про как раз беспилотники, Шахер-136, про них речь идет. Чем больше информации вот сейчас появляется, я больше склоняюсь к версии, что у Ирана были заказаны не сами беспилотники, а фабрики, специалисты, мощности, инженеры, которые развернули эти фабрики в России и Россию производят. Именно как Иран-2. Это в том числе объясняет то, что слух о беспилотниках появился за три-четыре месяца до их применения ПИК-1. Как раз вот три-четыре месяца заняло, чтобы самолеты из Ирана прибыли и развернули мощности фабрики для производства. Это очень простые, простое очень оружие, то есть там используются технологии для нового назначения, буквально с Алиэкспресс, купленные, то есть там микросхемы простые. Вот, все очень простое, и двигатели, которые фактически стыдно по перед двухтактным простые двигатели, поэтому это несложно наладить их производственно. Ну, если они покупаются, детали покупаются с Алиэкспресс, получается, что в принципе любой человек, более-менее обладающий какими-то инженерными навыками, может и дома их собрать, или как? Не, ну конечно, мы видим, что боевики в Сирии собирают беспилотники, и Гилл из Прозвища отдавал беспилотники, в том числе кустарные. Кстати, вот умеренные повстанцы из Сирии, вот эти, то, что Rebels называется, вот в западной прессе, они использовали против российских частей, там именно полностью собраны, действительно, двумок, такие серьезные, большие боевые дроны, которые полностью стыдно были собраны в гаражах. Какие есть еще способы более эффективные у Украины с этими беспилотниками бороться? Хотя вы уже сказали, что половину примерно удается сбить. Смотрите, во-первых, это несложная цель для поражения, то есть, тут вопрос о выявлении. Если он обнаружен, и у вас есть средства поражения вот на этом участке, его не сложно сбить. Он не маневрирует, он не летит быстро, он летит очень медленно, скорость 150, максимум 180 км в час, это очень медленно для такой цели. То есть, она крупная, это не маленький такой беспилотник, как коптер, скажем, он, это действительно крупный, это такой самолет, самолет практически, который летит медленно со скоростью кукурузника. Летит он по прямой, то есть, он не пытается как-то уклониться от вашего огня. То есть, если у вас есть, да, какие-нибудь советские, старые там, в ЗУ, вот, крупнокалиберные пушки, мелкокалиберные пушки, точнее, или вот, системы Гепард, которые, на ЗСУ, да, зенитно-самоходные установки, которые Германия передала, это просто отличные, вот, отличные средства, чтобы их сбивать. Вот, шилки советские какие-нибудь, и так далее, это все как раз туда. И даже просто, у вас пулеметы, крупнокалиберные пулеметы, если вы ведете по ним огонь, вы можете их сбить. То есть, вопрос о выявлении, то есть, знать откуда, когда-нибудь лететь, их маршрут и так далее, это главный вопрос. Ну, вот вопрос какой? Это сеть, секундочку, я закончу, сеть ложных целей, то есть, они летят под лепест навигации, но если это российская, это ГЛОНАСС навигация, то есть, они летят по заданной точке, там нет оператора, там нет камеры, его не могут перенаправить. Вот его запрограммировали на точку, туда он летит на эту точку. То есть, для этого нужно, если вы создаете сеть ложных целей, сливаете специальную информацию, допустим, какое-то пустое здание, где никого нет, ничего нет, и вы специально сливаете, вот, которые вы подозреваете, что они, возможно, предатели, или, возможно, они кроты пророссийские, что якобы там какой-то штаб важный, или скалат, и так далее. Вот его туда направят, и он заливёт просто пустой дом. То есть, создание ложных целей, бутафорий всяких, и так далее. Мы знаем с вами, что Иран один из главных противников Израиля, и в связи, опять же, с этими новостями, с активным использованием этих иранских дронов, как вам кажется, в Израиле будут оказывать более активную поддержку Украине сейчас? Опять же, в том, что касается поставок вооружения. Ну, смотрите, сейчас об этом нет смысла говорить, потому что через две недели будут выборы, и может вообще кардинальная власть поменяться, перевернуться вверх ногами. То есть, сейчас у нас есть правительство Лапида, в кавычках правительство Лапида, потому что это вот правительство, которое просуществовало в год, оно фактически развалилось, рассыпалось. Да, то есть не хочется уходить в израильский политику, это огромная большая тема, в ней можно утонуть. Но, мы знаем, что, например, вчера произошёл разговор РН Кулебы, министр иностранных дел Украины, и Лапида, премьер-министра Израиля, и в том числе там обсуждали вопросы военных технологий. Детально, вот, вопросы Ирана обсуждали, и так далее. Нам подробности не сообщают, вот таки именно, ну, именно вот, что конкретно. Но известно, что как раз обсуждали эти темы. Известно, что Лапид в прошлом осудил через дню в Бочи, он высказался однозначно о том, что это война, называя войну войной, и так далее, и так далее. В целом, он считается политиком в Израиле, как раз и лидером проукраинским. Я сейчас не просто так делаю на этом акцент. Наверняка, ну, зрители видели заявление бывшего премьер-министра Натаньяу, как раз, которое оказалось таким, вот, могло очень многих проукраинско настроенных товарищей из Израиля не порадовать его заявлением.